Здравствуйте, мои дорогие! Любому сотруднику, и тем более программисту, рано или поздно приходит в голову вопрос о том, как бы мне эффективнее работать. Что-то я слишком мало работаю, что-то надо мне как-то за собой следить, что-то мне как-то надо больше делать строк кода, исправлять багов, whatever. И вообще какой-то раздолбай. Возможно, он не самому разработчику приходит в голову, возможно, это говорит его руководитель из серии «А хотелось бы, чтобы ты был более эффективным». И тут разработчик такой «О, надо бы мне быть более эффективным». А как? Давайте сегодня об этом поговорим. Меня все еще зовут Сергей Немчинский, и мы поехали! Но, как говорится, ребята, тут рассказывать можно очень долго и очень много. Самое смешное, что на рынке существует огромное количество книг, статей, видео, фильмов, подкастов. Все, что вам приходит в голову, любой носитель есть с информацией о том, как эффективно тратить свое время, как быть самым эффективным, самым лучшим сотрудником на планете. И эти системы, во-первых, чаще всего друг с другом несовместимы. Довольно часто друг другу противоречат принципиально. И при этом, собственно говоря, какую из них выбирать и выбирать ли какую-то астро или строить самостоятельно. В общем, если ты только начинаешь погружение в эту тему, скорее всего, у тебя возникает ощущение, что это какая-то просто помойка, где пасутся инфо-цыгане, которые только пытаются тебе продать килограмм какого-то воздуха. И вы знаете, вы, в общем-то, правы. Там действительно пасется то на инфо-цыган, и действительно огромное количество людей, которые, собственно говоря, ничего не знают, ничего не умеют, пытаются вам продать воздух. Так вот, но с другой стороны, мы же понимаем, что есть какая-то определенная разница между более эффективным сотрудником и менее эффективным сотрудником. Правда? Я почти уверен, что и вы это чувствуете, и я это чувствую. Значит, все-таки, наверное, какая-то идея во всей этой истории есть. Давайте пойдем по азам и разберемся, собственно говоря, что же тут из этого, безусловно, вам пригодится. Первое и самое базовое – это постановка целей. Потому что, если вы вообще не знаете, на что вы тратите свое время, ну то есть, если у вас нет четкого понимания, что же вам, собственно говоря, нужно сделать, как правило, вы, даже если вы прекрасно все расписали, в календаре у вас все есть, просто непонятно, что в этот момент делать, скорее всего, вы ничего не сделаете. По понятной причине вы не знаете, что делать. Поэтому правильно ставим цели. Убедимся в том, что все цели, которые вы поставили, являются теми целями, которые по смарту. Вот там как-то было видео, как я рассказывал, как ставить цели по смарту. Но вкратце повторю. Все цели, которые вы ставите, задачи, которые вы ставите, должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми, релевантными и ограниченными во времени. То есть, Specific, Measurable, Achievable, Relevant и Time-bound. То есть, как раз аббревиатура SMART. Вот. Это база, без которой вы просто никуда дальше не двинетесь. И самое смешное, что об этом, как правило, даже вот эти продавцы воздуха и не говорят. Просто, типа, это само там бы подразумевается. Главное быть эффективным. Нет, ребята, эффективным можно быть только в том случае, если ты знаешь, куда ты хочешь прийти. А, сорян. Опять вспоминаю мою любимую книжку Голгорода. Куда же без нее. Дальше. Что мы из всех способов эффективной траты времени знаем? Следующее. Это приоритизация задач. Если вы очень напряженно работаете над наименее важными задачами, то, скорее всего, важной задачей у вас просто не останется времени. Потому что времени мало, а задач много. Если у вас, наоборот, я вам завидую, ну, сорян. Как правило, наоборот все-таки. Задач больше, чем времени. И поэтому нужно сначала делать те задачи, которые самые важные. По-моему, как бы звучит прям настолько банально, что вот прям совсем банально. Но с моего опыта все люди предпочитают искать не там, где потеряли, а там, где светло. В смысле, делать не те задачи, которые прям важные, прям срочные, а те задачи, которые понятные. И, соответственно, для программиста, который, как правило, любит свою профессию и, в общем, свой язык программирования, свои фреймворки, понятная для него становится задача, связанная с программированием. А не задача выяснить, что же нам, собственно говоря, нужно заказчику. А не задача, какая из задач, поставленных на тебя, является более приоритетным и так далее. Это все как-то мутно, это неинтересно. А вот поковыряться с фреймворком, это интересно и весело, потому что я понимаю, что с ним делать. Ну, соответственно, получается, что важные задачи как раз оказываются в конце очереди на выполнении. Что самое сложное в изучении фронт-энд? Сделать первый шаг? Это доступно каждому. Ведь многие начинают, но далеко не все достигают уровня, позволяющего устроиться на работу. Посмотрите, сколько программистов остаются на поверхности, так и не освоив необходимые технологии после многих лет. Друзья, вы можете дойти до цели и стать программистами. Не теряйте веру. Моя команда FoxMinded, менторы, менеджеры, я. Мы все трудимся, чтобы подготовить вас к первой работе и поддержать вас на пути к успеху. Регистрируйтесь на менторский курс фронт-энд по ссылке в описании прямо сейчас. Пришло время действовать. Следующий момент, о котором я тоже люблю говорить и без которого никуда не продвинешься – это декомпозиция задачи. Если ты не можешь никак даже приблизительно оценить время выполнения задачи, то, как правило, это означает, что задачу ты просто не понимаешь. Что нужно сделать для того, чтобы задачу понять? Ее нужно порезать на части. Мы не можем жрать этого слона целиком, мы должны есть его по частям. Отрезаем от задачи все части, которые вам пока непонятны для того, чтобы суметь оценить оставшуюся часть. Я не говорю о том, что вы обязательно должны оценивать каждую задачу. Хотя, в принципе, рассказывал о том, что надежность сотрудника как раз измеряется в том, насколько он умеет выполнять задачи в срок. А уметь выполнять задачи в срок – это умение как раз их истимировать, то есть оценивать их в трудоемкость. Но все равно, даже если вы от вас не требует непосредственно оценить трудоемкость задачи, то для того, чтобы понять, ты вообще понял, что нужно сделать или нет, тебе нужно оценить ее трудоемкость. Это очень хорошая практика, крайне советую. Так вот, если вы не можете оценить трудоемкость или говорить, что это займет 3 дня и больше, это одно и то же, что вы не можете оценить трудоемкость. Чаще всего это происходит в том случае, если вы просто не понимаете, что нужно сделать. Поэтому отрезаем от задачи все те части, которые ты не понимаешь, как сделать. Когда остается та часть, которую ты понимаешь или которые легко выяснить, что именно тут нужно сделать, и ты можешь уже оценить ее трудоемкость. Вот это уже похоже. Ну и отрезанные части, конечно, никуда не выбрасываем, а записываем как отдельные задачи. Таким образом, наша задача оказывается подрезана на кучу подзадач, каждую из которых ты сможешь, в общем-то, оценить и, соответственно, понимаешь, что в ней делать. Понимаете, в чем проблема с непонятными задачами? Проблема с непонятными задачами не только в том, что ты не можешь оценить ее трудоемкость, но еще и в том, что ты, как правило, не хочешь ее выполнять. Человеческий мозг крайне не любит работать с непонятными задачами. Из серии «что-то надо сделать?» «Пойду лучше поем», «пойду лучше посмотрю телевизор». Нет, котики. Котики сами себя не посмотрят. Опять же, есть там уборка по дому и прочие четыре всадника прокрастинации. Когда вы пытаетесь работать над непонятной вам задачей, это самый верный путь к тому, чтобы впасть в прокрастинацию. Ну, серьезно. Если ты не знаешь, что делать, то тебе лень это делать. Все просто. Следующий совет, который я, собственно говоря, со своей эффективностью хочу дать, это использовать таз-трекеры. Если у вас несколько таз-трекеров, это все равно, что их нет. Поэтому используем один таз-трекер на все задачи. И свои рабочие, и свои домашние. Потому что если у тебя будет несколько таз-трекеров, ты будешь путаться о том, куда сам смотреть. Это во-первых. Во-вторых, моего опыта рабочие задачи всегда перетягивают на себя одеяло. Ну, потому что мы все-таки про работу, мы все-таки про достижения, мы все-таки про ответственность перед другими. И поэтому задачи личные, которые могут быть даже гораздо важнее, чем рабочие, просто оказываются невыполненными. Поэтому желательно иметь один список задач. И я, например, веду такой отдельный список в нашем таз-трекере компании. У нас RedMine. Я веду там отдельные себе тазки свои личные. Крайне советую вам делать примерно так же. В каждом из трекеров, по-моему, можно создать себе скрытые задачи, которых никто не будет видеть, но и видеть их себе. Так, чтобы у вас был общий список задач, которые вы сможете приоритизировать для себя и понимать, что делать в следующий момент. Просто когда человек не знает, что делать в следующий момент, это все равно, что, собственно говоря, у тебя непонятная задача. Ты опять начинаешь прокрастинировать и опять ничего не делать. Поэтому задачи должны быть по смарту, но и при этом приоритизированы, и при этом все в едином списке, чтобы ты просто не задумываясь выбрал следующую задачу для того, чтобы делать. Плюс, бывают задачи, которые очень сильно привязаны ко времени. Я категорически советую эти задачи ставить просто в Google календарь. Да, я знаю, что существуют другие календари, но давайте сделаем вид, что их просто не существует по причине того, что не надо ими пользоваться. Есть Google календарь, он является де-факто стандартом для любой бизнес-коммуникации. Когда вы отправляете любому своему коллеге, где-то там, не знаю, контр-партнеру, клиенту, заказчику или наоборот субподрядчику приглашение в Google календарь, любой может его принять, даже если у него Apple, не говоря про то, что у него Android. Тут понятно. Поэтому Google календарь – это то, куда мы ставим те задачи, которые привязаны ко времени. Ну, например, встреча с кем-то, переговоры с кем-то, митинг какой-то и так далее. Крайне советую записать все митинги. Если у вас, например, в компании приняты, не знаю, еженедельные или ежедневные митинги, пусть они будут у вас в календаре. Плюс туда же расставляем те задачи, которые нужно сделать через какое-то время. Например, не знаю, ребенка отвезти к зубному через две недели. Поставьте это себе в календарь, чтобы потом случайно не вспомнить в середине этого дня о том, что, господи, мне же через три часа надо ребенка к зубному, а он еще в школе. Что, где, как, куда бежать и так далее. Зачем? Пусть это будет сразу в календаре и не будет никаким образом с вашими другими делами пересекаться. Туда и рабочие, и личные. Напоминаю, что если ваш календарь пошарен, как у меня, например, для сотрудников, то всегда можешь в календарь добавить, опять же, личные задачи, пометив, что это приватное и что другие его не видели. Все работает, пользуйтесь, пожалуйста. Просто если вы не ведете себя тест-трекерами и не ведете себя Google календарь, ваш рабочий день всегда будет представлять из себя жуткий месс. Вы ничего не будете успевать и будете постоянно в стрессе, в ощущении того, что я, блин, должен был что-то сделать. Я не помню. А, блин, я вот про это забыл. А еще это. А, как я эти три сделала, сделала одновременно. Я ничего не понимаю. А, надо записать. А, так, что-то я собирался сделать. Я забыл. Ну, вот это. Короче, приходим к этому. По поводу выполнения самих задач. Если ваша задача, которую вы сейчас выбрали себе из списка, которая поставлена по смарту, которая там лежит и приоритизирована вами, довольно часто вам нужно просто над этой задачей, особенно если вы программист, тупо сосредоточиться, отключиться от всего и фигачить. Я крайне советую использовать для этого технику помодора. Она заказала свою эффективность. Я не знаю ни одного человека, который сказал бы, что по технике помодора работать получается плохо. Если ваши задачи требуют именно сосредоточения и фигачения в одну физиономию, помодора просто идеальная техника. Ну, если интересно, рассказ более подробный про помодора, напишите там в комментариях, снимем отдельное видео. Хотя, с моей точки зрения, там все очень просто. Вы просто сосредотачиваетесь на каком-то отрезке времени с помощью таймера в компьютере, в телефоне, физического таймера помодора. Отключаете все уведомления, звонки и все остальное и просто в это время фигачите. Ну, там довольно просто. Ну, есть несколько хитростей. Если интересно, опять же расскажу. Но ничего сложного там нет. Вот, если вам, ну, в принципе, по этой теме очень много информации. Крайне советую и для того, чтобы сохранить концентрацию и избежать истощения. Но и не выпадать из потока на это время. Потому что с моего опыта возвращаться в контекст, после особенно программистки, особенно если вас оторвали дольше, чем на две минуты от того, чем вы занимались, то это будет прямо ужасно. И, соответственно, старайтесь при этом и придерживаться. Есть множество методов приоритизации задач. Вот тут мы заходим на стадию, вернее, на почву, которую мне, например, откровенно неприятно. Очень много, знаете ли, есть не то, что в спекуляции, а скорее таких, знаете, доморощенных систем приоритизации задач. На мой вкус, ну, вот, например, известная система ABC, ее модификация системы ABCDE, вот, я терпеть не могу такие приоритизации. По причине того, что по-хорошему, ну, я вообще поклонник Adjall методологии, да, где предполагается, что вся приоритизация состоит в том, что ты просто выставляешь задачи в том порядке, в котором их надо выполнять. Все. Методики ABC и так далее, они сводятся к тому, что ты там, это те задачи, которые важные, но срочные, срочные, но неважные, но, опять же, со всеми этими задачами можно разбираться, там, приоритизировать и так далее, но по большому счету мы прекрасно понимаем, что задачи, которые можно было бы поручить кому-то другому, надо поручить кому-то другому. Задачи, которые можно не выполнять, нужно просто не выполнять. Но если задача вам ничего особо не даст, потому что, ну, типа, надо позвонить бабушке, э, серьезно, выкиньте это из списка, вам не надо звонить бабушке, если вы не хотите звонить бабушке. Если вы хотите, ну, поставьте себе задачу, все просто. Ну, и то же самое касается всяких необязательных, но типа нужных вещей. Поставьте их в конец списка, пусть они там выполняются. А в начало списка ставить нужно те вещи, те задачи, которые действительно нужно делать первыми. Просто расставили это и все. Просто если вы будете прибиваться над любым системой приоритизации задач, сложными А1, А2, А3, приоритет B1, B2, B3 и так далее, то, скорее всего, вы потратите просто дохерища времени на то, чтобы приоритизировать эти задачи, запутаетесь где-то, будете неуверены и так далее. В результате потратите все свои мысленные ресурсы, мысли, мысленные ресурсы, на то, чтобы просто их приоритизировать вместо того, чтобы их делать. Давайте просто сделаем порядок действий. Это намного проще. В подавляющем большинстве случаев люди в состоянии просто расставить по порядку свои задачи. А вот расставлять хитрые приоритеты – это прям сложно, откровенно. Тут я хочу напомнить важную вещь. Почему-то многие не знают. Самую сложную и самую неприятную задачу лучше всего делать с самого начала. Так называемая съесть лягушку с утра или eat this frog и так далее. Просто если у вас есть неприятная задача, которую очень не хочется делать, начните с нее. Во-первых, у вас не будет постоянно гнетущего ощущения того, что, блин, господи, у меня какая-то неприятная задача на мне висит. И твою мать, вот это все. Вы не будете себе портить настроение. Во-вторых, когда вы занимаетесь этой задачей в первой, вы имеете максимум ресурсов для того, чтобы ее сделать. Поэтому с большей вероятностью вы таки ее прорветесь. Вот. Дальше все очень просто. Дальше вы сделали эту задачу, у вас сразу максимум мотивации. Я молодец, я сделал самую сложную и неприятную задачу. Все остальные задачи пойдут намного проще. Поэтому ешьте лягушку с утра. Лягушкой мы считаем плохую и неприятную задачу, которую не хочется делать. Вот с нее и начните. Надо написать какой-то замороченный отчет начальству, с него и начните. Не хотите его делать, вот его сделайте первым. И все, дальше спокойненько программируйте с ощущением, господи, я счастлив, мне все, больше это делать не надо. Более того, если вы будете понимать, что именно эту задачу нужно сделать с первой, вы ее сделаете. Вам будет гораздо лучше. Поэтому имейте это в виду. Про матрицу из Энхауэра. Я честно скажу, сама, ну она также известная как матрица срочно важных задачи. Срочные и важные, важные и не срочные. Важные, господи, не важные и не срочные. Вот это вся херота. Серьезно, оно выглядит хорошо и здорово на бумаге. Но когда вы попытаетесь засунуть в эту матрицу задачу записать ребенка в музыкальную школу, вы сразу начинаете зависать, куда это отнести. Серьезно. Или там задачу написать тот самый мерзкий отчет. Вроде не срочно, но надо написать. Куда? Че? И самое главное, даже когда вы отнесли в какую-то из раздела, из блоков матрицы из Энхауэра эту задачу, это ни херена вам не даст. С точки зрения, а что теперь с этим делать? То есть вы потратили дохриллион времени для того, чтобы разнести задачи по матрице. Максимум, что вы можете сделать, это последний элемент просто выкинуть. Здорово, замечательно, классно. Но можно просто подумать о тех задачах, которые не срочные и не важные, что их просто делать не надо совсем. Забыли, выкинули их из списка и скажи. Честно предупредили, я это делать не буду. Это не срочно, не важно и никогда. Окей. Вот, все остальное я пробовал, не, не работает. Ты тратишь дохриллища времени и сил, и в результате ничего. Поэтому такое. Ну и, собственно говоря, немножко про этику выполнения. Пожалуйста, если вы кому-то пообещали выполнить какую-то задачу, задача официально становится важной. Поэтому не обещайте, если вы не будете это делать. Скажите, нет, я не буду это делать. Не надо объяснять почему, если это, конечно, не рабочая обязанность, и вам не начальник эту задачу поставил, да? Тогда вы обязаны ее делать, ну или увольняйтесь. Если же это задача от кого-то из друзей, родственников и так далее, то вы всегда имеете право сказать, нет, я не буду это делать, потому что не хочу. Вы не обязаны делать то, что не хотите. Поэтому вы обязаны предупредить, если вы предполагаете это не делать. Ну, как бы это логично. Если вы пообещали, выполняйте. Потому что, серьезно, терпеть не могу. Я и, я думаю, большинство из вас, необязательных людей, которые пообещали и выполнять не собираются. Ну, зачем? Просто не обещайте, просто не делайте. Все просто. Ну и это, наверное, все, с чем я хотел с вами поделиться. Кстати, если что-то интересное более, пишите в комментариях. Может быть, вам что-то еще дополнительно надо рассказать. Ну и если у вас есть более эффективное средство, метод разбираться со своими задачами, напишите тоже в комментариях. Поделитесь друг с другом. Посмотрим, может быть, мне что-то подойдет из ваших способов. А может быть, вам подойдет что-то из моих. И для вас это было очень полезно. Вот. И советы любые тоже приветствуются. В общем, люблю вас. Подписывайтесь, ставьте лайки. Не забывайте про наш Украина Моуный канал. Пока. Как сказал Брайан Керниган, единственный способ изучать новый язык программирования – писать на нем программы. Согласен на все 100%. Мастерство приходит только с практикой.